вот друзья смотрите что такое секвой воздух невероятный секвой с точки зрения биомассы на квадратный метр площади леса это номер один дерево в мире высокая секвой и происходят из калифорнии вот из этих мест где мы с вами находимся вот это все отсюда это наши местные они растут не только здесь но вот они отсюда то есть там курица ходит точно смотрите-ка там какой-то загон и в нем курятник да это натуральный курятник вот курочки ходят ты смотри о жизнь до винодельник надо вам сказать это их побочный бизнес очень важный они устраивают партии свадьбы всевозможные да мы не помешаем у них своя свадьба у нас своя можно взять бутылочку и посидеть но мы видим что здесь большие тусовки и мы видим там стол стоит там наливают то есть это с обслуживанием можно заказать вы можете день рождения здесь справлять можете корпоратив тут устроить я чувствую там оркестр и слышу музыку но паре поют 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 не то слово вот такая поляночка а пушечка а вот сама винодельня это на самом деле задний вход как бы не из дороги мы там мимо проехали на сказать что ворота через который вы проезжали закрылись сразу за нами так мы неожиданно попали если вы думаете что это пальма друзья может быть некоторые подумали это не пальма это папоротник да вот можно приехать взять рюмочку бутылочку и здесь отдохнуть секвой у нас дилемма мы думаем то ли нам взять дегустационные билетики так перепробовать разного либо взять вот бутылочку и размяться сейчас мы видим тут дегустационную станцию номер три и тетки разговаривать здесь продают пинцов там тоже дегустируют вот смотрите ближе к дороге тут вот кирпичном таком полу народ дегустирует здесь тоже девушка эти две бутылочки вот это ее набор дегустационный видите вот там где-то долларов 10-12 дегустация с разговором там с вопросами и ответами и так далее так у нас лёва подзывается вот будь у майн лёва говорит красненького давай хоть что-нибудь такое рекомендую джонна тейстинге Он говорит, мы не дегустировать, мы просто бутылочку хотим. Такая экзотическая девушка. Видно? Такая классная. Нам дали попробовать перед тем, как мы возьмем бутылочку. Ну давай, Лёва, как тебе Пино-Ноа? Они специализируются на Пино-Ноа. Хорошие? Так, давайте на тебе камеру. Друзья, пробуем Пино-Ноа. Расплачивается это, нам говорят, 54 доллара. Стоит бутылочка, не так дешево. Как и во многих других винодельнях, есть здесь клуб фанатовский. Если ты член клуба, то тогда тебе скидочка, там другая совсем цена. Это мы как бы по цене для людей посторонним. Тут же продаются такие пакеты. Видите, вот сумочка, в ней 6, ой, тяжелые, зараза, не важно. В общем, 6 бутылочек. Что есть такие тяжелые, не знаю. 6 бутылочек, и они говорят. Вот тут, видите, написано, что так оно стоило бы в рознице 360 долларов, а так у них в марте 25 процентов. Вот наша небольшая компания здесь расположилась. Наливай немножечко. Значит, некоторые люди скажут, как же так, Михаил, вы сейчас наклюкаетесь, а потом за руль. Значит, я хочу сказать словами из старой-старой песни. Пьют евреи пол-литровку на 14 персон. То есть мы не наклюкаемся и будем, так сказать, в самом, что ни на есть, замечательном состоянии. В хорошем настроении. Это только для настроения. 12-й год очень хороший виноград. 12-й год. Ну, мы спросили хорошее вино, правильно? Мы же не сказали, дайте нам самое дешевенькое. Так, Алла, давай, продегустируй. Очень вкусно. Да, оно с вкусом, запахом. С букетом. Да. Дышится здесь, ребят, прекрасно. Дышится невероятно. Надо сказать, что мужик, который поет, тоже некий, некоторый колорит такой создает атмосферу. Атмосфера отдыха. Да. Атмосфера отдыха. Атмосфера отдыха. Да. Люди, не сговариваясь. Не сговариваясь. Я, знаешь, что вспоминаю, Лёва? Я любил Маяковского в молодые годы. И вот там у него было стихотворение про субботник коммунистический. И оно мне вот как бы напоминает то, что сейчас происходит. Время после субботников. Знаешь, субботник, да? И там он говорит, дяденьки, что это вы делаете тут столько больших детей? Ему говорят, мы, социализм, свободный труд свободно собравшихся людей. И вот эта часть, вот это вот свободно собравшихся людей, вот я считаю, что это абсолютно относится к тому, что мы здесь видим. Совершенно свободно, не сговариваясь, собрались люди. Так, и по рюмочке, и под этими, секвойами. Мне вообще-то все время хочется секвой и эвкалиптами назвать, потому что эвкалипты здесь тоже растут. Я так вот... Вы посмотрите, он сменил гитару, говорит, у меня скрипки с собой нет сегодня. Сейчас будет... Сейчас он будет, он играет на кардионе. Ага, он из французской Луизианы. Вот такая машинка стоит прикольная, красненькая. Так, наш Константин берет гитару. А здесь наш Джимми, или не знаю как зовут, так я условно, берет аккордеону. О, он еще в губен бьет. Да, ногой поступили. Еще мог бы губную гармошку взять, так бывает. Может быть, у него и есть. На подставочке, так. Выпили и... Спасибо, что принял сюда. Так... Я надеюсь, мне YouTube не поставит страйк, а чужую музыку использовал. Смотри, какие вот два мужика сидят. Какие красивые эти... Деревья. Называются как-то мачки. Деревья. Деревья обалденные, да. Да. Это сосна ведь, правильно? Нет, как сосна. Секвой. Секвой, ну это как сосна же она. Это же... Война. Секвой, война. Ну а кто же это? Ты видишь, если... Давайте увидим иголочки. Мы глазом не видим, но камеру я могу навести. У меня 60-ти кратное увеличение. Оптическое. Очень красиво. Такие стройные. Как параллельная сосна. Больше не видно. А, вы говорите, завидели чекена там. Это... Здесь не жарко совсем, хорошо. Вы видите, там приходят новые люди, они со своим одеялком, они его расстилают, садятся. То есть чувствуется, что не первый раз уже в наших краях. Только я, друзья, сказал, что мог бы он еще и на губной гармошке, так он таки пошел на губной гармошке. Единственное, что у него подставки под ней нет, он ее держит в руках. И так еще там... Бубен, он еще отбивает. Да. Ну не только Бубен, там у него еще и тарелочки. Это ногой. Ногой. А рукой Бубен. А голосом поет. Человеком честный. А чуть пониже вокруг этого всего течет ручеек. И там какое-то поле. И вот, смотрите, домик стоит. Люди живут. А день жаркий сегодня. А здесь прохладно. И денег за вход не берут. Так, я так думаю, где-нибудь в другом месте. Народ бы с собой приносил. И так под столом бы разливал. И вообще бы не тратился. Да. Ура. Есть вино. Да. Я хочу сказать, друзья, что вот тут нет приема. Сотовая связь не работает. И это создает условия для того, чтобы вообще отвлечься. И вот, например, прочесть, что написано на бутылке. Лёва, что написано на бутылке? Это, значит, вайнери Санта Круза. Вьюгард Фэмили. Она владеет, занимается винодельем с 1949 года. То есть одна семья с 1949 года вот эту винодельню держит. Через четыре поколения это вайнери. У неё теперь 63 акка. Вы видите на бокале название этой вайнери. И я хочу вам показать, друзья, что не такие мы алкаши. Вот мы вот тут что-то осталось и с собой забираем. Потому что, ну, действительно, и за рулём, и в общем, и закуски нет никакой. Поэтому мы уж так, по-простому. Смотрите, друзья, какие бывают бутылочки симпатичные. Вот тут даже не знаю, сколько тут. Наверное, пару литров в этой. А вот в той даже, я не знаю, там пара бёдер. Вот в той. Да. Старые сыны. Да. Старые фотографии. Да. Ну да, вот они Redwood спилили. Видите? Модные парни. Смотрите, сколько там. Вот на Горького Алексея Максимовича. Похож мужик тут с усами. Это вот Redwood громадная. Видите? Да, вот девушка. Она в коробочку нам упаковывает. Несколько стаканчиков. Я говорю, продайте нам ваши фужерчики. А то у нас тут нету на даче. Точнее, были, но побились. Потихоньку. И вот она, видите, нам упаковывает. Раз-раз-раз-раз-раз. Бум. Стоят они по пятерке фужер. Это не хрустал, естественно. Это стекло. Ну, очень, очень. Очень такие, да. Ну, и фирменные, да. С символикой, можно сказать. Это вот керамическая, можно сказать, бочка, посудина. Она для того, чтобы сливать сюда то, что ты не допил во время дегуртации. Вы видите, друзья, как Лев Исакович идет с коробочкой и с бутылочкой. Лева, вот скажи. Что было, что выпить и куда налить. Да. Вот скажи, когда ты был простым советским доктором медицинских наук, ты мог с таким же удовольствием, Лева, или удовольствие было не то же самое? Удовольствия было больше, я был моложе. Так. Но напитки были хорошие в то время? Были хорошие напитки. Так, что пили? Но у нас всегда было много спирта. А, это просто специфика профессии. А, нет, ну, было хорошее вино. Молдавское и грузинское. Был хороший коньяк. Ты знаешь, Лев, мне кажется, что вот самый дефицит были вина российские. Вот какой-нибудь там черный доктор. А? Это вообще было не достать. Не знаю, я когда ездил командировку в Одессу, мы ездили в Кишинев, оттуда привозили хорошее молдавское. Из Криковских подвальчиков. Да. Так. Вот. И кавказские были. А когда я был студентом, то рядом... Что пили студенты-медики? Вот вопрос. При коммунистах. Рядом же был магазин, не российский винный на Арбате, а вот столешником переулки был шикарный винный магазин. И мы... Столешников переулок помню, магазин нет. Вот. И мы в перерывы бегали туда. Да. Покупали вино. В магазин? М? В магазин. Очередей не было? Нет. Так. То есть... А наверху в костном музее можно было сидеть. Я извиняюсь, в каком музее? В костном. Это связано с медицинским институтом? Ну, конечно. Музей... Они покупали вино и там, где кости насадились, там они и распивали. Распивали промеж костей. Да. А кости были, Лёва, настоящие или это муляжи? Конечно. Нет. Ну, заспиртованы. То есть... Эти кости... Ты знаешь, что надо бутылочку с собой. Нет, надо бутылку вот сюда. У нас... Там стаканы не пойми, она может побиться. У нас... Ты думаешь? Да. Почему-то продавался только сосиски с капустой. Это неплохо. Лёва, это неплохо. Но рядом в университете была настоящая столовая. Подожди, а где была института вообще? На Маховой. На Горького? А, в университете, в старом здании. Ну, да. Там был буфет с бесплатной капустой и хлебом. Так. И там можно было купить нормальный обед. Я не понял, капуста тоже бесплатная? Да, тогда стояла. Но всегда было много народу. Да. Поэтому эти кости нам очень помогали. Ага. Вот мы шли, предположим, с Аллой, да? Так. Она там в очереди за едой. Так. А я... А ты ещё не знал тогда Аллу, наверное? Нет, конечно. Ну, не с Аллой, а с другой Аллой. Не с Аллой. Эффектные были? Да. И, ну, одно место какое-нибудь есть, и в основном занято. Так. Вот садишься, тогда были чемоданчики. Открываешь чемоданчик, вынимаешь оттуда кость. Ты имеешь в виду типа, как, дипломатик? Ну, тогда дипломатиков ещё не было, они были. Ну, типа дипломатиков, да. Вынимаешь оттуда, значит, кость настоящую. Умещалась? Ну, естественно. Так. Вот. И как бы начинаешь её рассматривать. И пока твои друзья принесут еду, стол быстро освобождался. То есть на девушек это действовало? Очень. По-моему, больше, чем наши чары. Это удивительно. В возрасте 19 лет. Казалось бы, гуманитарии, они должны быть небрезгливые совершенно. Нет? Ну, это почему-то на них действовало. На них действовало. Ну, хорошо. Друзья, мы... Вот что наверил в винарный Санта-Круз. Иммигрантовоз. И, значит, ностальгическая минутка у нас заканчивается. Мы промеж секвой едем домой. Знаешь, промеж секвой я сам не свой. Как мы проедем там? Вот эти ворота закрыты. Мимо этого зелёного. Вот я вижу, как же проехать, если закроют. Они откроются автоматически. Ну, пошли посмотрим. Вот. Спасибо. 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 Спасибо.